Голубая кровь Голубая кровь Голубая кровь Сейчас вы увидите, как крыса не гибнет, а дышит в воде, вдыхая и выдыхая особую кислород, содержащую жидкость. Голубая кровь Вновь начинает дышать теперь уже обычным воздухом. Никаких последствий опасных для жизни нет. Вот собственно говоря и весь эксперимент. Самая главная его часть, животное, которое сидит с открытыми глазами и дышит фактически в жидкости, это действительно было то, что потрясало воображение. И вы знаете, так получилось, что вот с историей этой голубой крови, с историей перфторена связано огромное количество человеческих судеб. И судеб людей, которых удалось спасти, и судеб создателей этого уникального препарата. 82-й год. Пятилетняя Аня гуляла на улице вместе с бабушкой. Совсем неожиданно девочка выбежала на дорогу и тут же исчезла под колесами проезжавшего троллейбуса. В Хилатовскую больницу доставили просто раздавленная тельца пятилетней девочки. Конечно, она попала в реанимацию, и, конечно, шансов выжить реальных у нее не было никаких. Но уже тогда это было особое время. Я хочу сейчас пригласить в нашу студию маму той самой девочки, Татьяну Николаевну Гришину. Погодите. Садитесь. Вот вы знаете, начало 80-х годов это было действительно необычное время. Об изобретении голубой крови перфторана, так ее назвали создатели, уже знали врачи, анестезиологи и реаниматологи. Так вот, очень часто, когда они находились рядом с погибающими детьми, у них было такое чувство, что уже есть средство, которое он может спасти. Но пока еще, как будто оно не разрешено официально. Я знаю, что, не знаю, знали ли вы тогда или нет, но ваша девочка оказалась той самой девочкой, девочкой, которой одной из первых ввели этот препарат. Вот я хочу, чтобы вы вспомнили, насколько тяжелой она была в реанимации и когда произошел перелом. Когда мы приехали утром, сразу же в Филатовскую больницу, выходили из реанимации доктора, и всегда, когда, то есть даже не первый день, все последующие пять дней, когда говорили Гришина, говорили, как, знаете, как по очереди, как будто вот стоишь и думаешь, что тебя ждет дальше. И тебе всегда говорят очень тяжело. Крайне тяжелые состояния. Крайне тяжелые. Ну, вообще, мушку хотели отрезать сразу. Да, даете ли согласие? Ну, конечно, мы дали согласие. Потому что, ну, как же, ребенок, когда ей ампутировали, не было? Нет, 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 подождать решили. И вот на пятый день я не могла понять, что со мной. Наверное, это связь между детьми и мамами, все-таки она какая-то есть. Я чувствую, что она погибала, чувствую. Я говорю, что ты стучка. И когда я позвоню в реанимацию, мне говорят, мы не можем подойти, очень тяжелый ребенок. Я сразу поняла, что это наша Аня. Ну, я как-то опять верила. Ну, я ничего не знала, что именно на пятый день, именно на пятый день, вот, привезли вот эту кровь. Мы же ничего не знали об этом. Когда не стало лучше? Что сказали вам? Как врачи объяснили? Да, поэтому ничего. Они сказали, что все положение нормализуется. Уже не крайне тяжелое, а оно тяжелое. Для нас это уже было, конечно, счастье. Ну, вот, на самом деле, вы этого не знали. Тогда действительно врачи многого не рассказывали, потому что это было на грани возможного и невозможного. И тогда это лекарство вводили не просто тяжелым детям, взрослым, а крайне тяжелым, умирающим. В тех ситуациях, когда выбора нет, вообще никакого. Вот тогда ваши девочки ввели персторан. Да, да. И, вы знаете, вот мне сейчас хочется обратиться к врачу-реаниматологу, который сидит в нашей студии, который видела своими глазами, как действует это лекарство. У нас, ну, обычная больница скорой помощи, которая работает в экстренной хирургии, в экстренной реаниматологии. И мы были такому же мальчику-молодому в тяжелой коме, в глубокой коме. То есть он был с коми без сознания, без сознания, без каких-либо рефлексов, без ничего. То есть обычно мы на таких больных смотрели, ну, и, в общем-то, мы понимали, что совсем не долго. Понимали, что очень сложно с такими вещами. Вот у нас был на нашей части пузырик персторана. Мы его прокапали и повернулись, ну, поставить следующий пузырик капать. И когда мы повернулись с этим пузырьком в кровати до Мова, он только сидел в этой кровати и смотрел на нас, и спрашивал, что с ним случилось. Почему он здесь? Проверили вот с этими чудесными историями невероятных спасений, невероятными возвращениями к жизни. Происходила совсем другая история. На создателе уникальной голубой крови профессора Белоярцева и его группы в прократоре завели уголовное дело. Ученых обвиняли в перерасходе спирта и проведении опытов на людях. Судьбы тех, кого врачи спасли с помощью персторана, в деле фигурировали как судьбы пострадавших. Замалчивались факты спасения безнадежных больных, о том, что с помощью голубой крови к жизни вернулись сотни солдат, воюющих в Афганистане, вообще не вспоминали. Последовали обыски и проверки. Все работы были приостановлены, а детище Белоярцева, единственная в стране лаборатория, расформировано. Не выдержав клеветы, профессор Белоярцев тогда трагически погиб. Всем сотрудникам объявили, что он повесился. Тогда ему было всего 44 года. Вы тогда знали, что с людьми, которые фактически спасли жизнь вашей дочери, и не только ее, происходила вот такая история? Нет. Вас никуда не вызывали, не о чем не спрашивали. Вы не были официальными свидетелями. Нет, вообще нет. Вы знаете, мне сейчас очень хочется в нашу студию пригласить еще одного из создателей этого уникального лекарства. Встречайте, пожалуйста, это доктор медицинских наук, профессор Института теоретической и экспериментальной биофизики Евгений Ильич Маевский. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Вот это та самая мышка, которая вчера у нас дышала в воде. Не в воде, а в великальном веществе. Мы специально попросили ее привезти в нашу студию, для того, чтобы вы с вами глазами увидели, что опыт действительно прошел хорошо. Ставите мне, вот к моменту, когда началось следствие, когда стала заседать комиссия, которая увидела больше плохого, чем хорошего. Сколько людей к этому моменту было спасено? Сколько уже прошли клинические исследования? Более двухсот человек. Более двухсот человек было спасено. Вот эти факты, спасенные жизни, они не фигурировали и не учитывались. Об этом не говорили? Не говорим, миссия. Более того, говорили, что мы нарушили многие каноны, в частности, то, что вот я сейчас слышал, вы говорили про девочку, что ввели препарат, который недопроверен, недоисследован. Это действительно было раньше того, как он был разрешен официально. Правда, врач имеет право это делать по своему усмотрению, если он считает, что это может спасти жизнь. Вот я хочу, чтобы вы нам сейчас рассказали, чем уникален этот препарат. В чем? Почему эта вода живая? Этот препарат не нуждается в проверке иммунологической совместимости, независимо от группы крови, независимо от резус-фактора, а самое главное, нет опасности заражения какой-либо инфекционной болезнью. С пидом, не гепатитом, ничем. Которые могут переноситься зараженной инфицированной кровью. Еще он хорош тем, что отработав, он быстро выводится, фактически выдыхается и заменяется своими эритроцитами. И при этом не наносит вреда организму. Вот что самое главное, я считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу, знаете, что показать? Частички препарата. У нас специальная здесь картинка, где сравнивается величина частиц вот в этом веществе, а это частицы, переносящие кислород, и величина эритроцитов в нашей крови. Давайте просто посмотрим. Вот посмотрите, вот эта величина эритроцита, маленькой клеточки, переносящей кислород в нашей крови, и рядом белые шарики. Это частицы перфторана, которые тоже переносят кислород. И здесь очень четко видно, что эритроцит в 100 раз больше, как минимум в 100 раз больше, чем частицы перфторана, и они поэтому могут нести кислород туда, куда эритроцит пройти не может. Например... Что это значит в реальной жизни? В реальной жизни это значит, если есть травматический отек, повреждения тканей, если есть суженные сосуды, спазмированные сосуды, если есть сосуд, частично закрытый тромбом или жировым эмболом, эритроцит туда не пройдет, а перфторан пройдет и от эритроцита к тканям принесет кислород. То есть в тех ситуациях, когда наша кровь не в состоянии справиться с проблемой, если перелить вот эту жидкость, то в ткани попадет кислород. Ткань не погибнет, не возникнет ишемия, не возникнет некроз, не погибнет нога, так, как было с вашей девочкой, потому что ее надо было бы ампутировать ногу из-за тяжелой травмы, но ее спасли. И сегодня ровно 20 лет. С тех самых пор, как маленькая Анечка попала тогда под троллейбус, не вы не знали о том, кто вас спас, не вы не знали, кого спасали. Поэтому вот эту девочку сейчас уже совсем большую. Я хочу пригласить в нашу студию. Анечка, проходите к нам. Вот я сейчас вернусь на свое место, чтобы хорошо видеть вас всех. И я просто хочу сказать, Евгений Ильич Маевский и Феликс Беловярцев были теми самыми людьми, которые придумали вот эту голубую кровь. И несмотря ни на что, довели это дело до конца. И это только единственный человек, который сидит рядом с вами. Я думаю, сейчас этих людей, ну, наверное, в десятки и сотни раз больше. У нас на экране пошел человек, который не видел торжества своего дела. Что бы ты сказала ему, если бы вдруг смогла что-то сказать сейчас? Если бы он был жив? Ну, конечно, сказать, ну, по-моему, странно выразить вообще слова, самому человеку, который подарил мне второй раз жизнь. И главное все остальные, которые работают вместе с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...